Вот эти вот захоронения по годам. Начиная с 1941 по 1944 год. Надгробья из красно-черного мрамора, а вокруг дорога выложена из плитки. Мечты общественных лидеров пока только на экскизе. Но скоро, благодаря поддержке шумкенцев, они могут стать реальностью. Несколько месяцев назад активисты открыли банковский счет, и теперь помочь сохранить памятное место может каждый. И мы хотели бы показать общественности, что на данный момент нами сделано. Показать общественности, показать властям. Потому что многие даже не знают, что такое карта героев, которые находятся на территории города Шумкенте. Ведь это раньше охранялось законом, раньше стоял почетный каравул. Деревья, вылезающие из земли, разрушают память. А так карта героев выглядит сейчас. Надгробья ломается, по тропинкам уже сложно ходить даже школьникам. На ее обновление необходимо 10 миллионов тенге сетуют создатели нового проекта. Пока не удалось собрать даже треть суммы. Могилки уже разрушаются. Потом пни, вылезающие из-под земли, тоже разрушают памятники. Поэтому нужно какое-то дежурство или шество над этим местом. Не только нашей школы, но и желательно еще каких-то, возможно, школ, чтобы восстановить. Активисты просят не оставаться равнодушными, ведь карта героев взывает о помощи. Новый проект памятного места общественные лидеры отправили и в областной Акимат. Теперь его судьба в руках чиновников. Я считаю, что этот вопрос нужно было давно поднимать именно на уровень общественности. Потому что локально, вот какими-то отдельными группами или отдельными школами этот вопрос никогда не решишь. Даже нужно поднимать всю общественность. Лидеры неправительственных организаций, культурные центры, имамы, священники и журналисты всех объединила одна беда. Карта героев оказалась на грани исчезновения. Спасти ее теперь дело каждого из нас, ведь благодаря этим людям сегодня у нас светлое и чистое небо над головой. Екатерина Попкова, Константин Усупов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрар».